Субсидии на строительство, рост зарплат и пополнение запасов. Белкоп-Союз закупает овощи и фрукты у населения. Что почем? В преддверии нового учебного года родители весь август совершали марш-бросок по магазинам. Очень большой ассортимент как одежды, так и канцелярии. Сколько стоит собрать школьникам? Сверхплана. Благоустройство Бобруйских улиц идет максимальными темпами. Выполнено около 38 тысяч квадратов текущего ремонта тротуаров. Куда еще заглянут коммунальщики? Последние приготовления. В преддверии сезона Динамо Шинек провел открытую тренировку для представителей СМИ. Хорошо поработали. Два месяца были плодотворные тренировки. Насколько готова команда? Вкусный и сочный бархатный сезон бахчевых только начался. Не соответствовали требованиям гигиенических нормативов. Как правильно выбрать арбуз? Наплыв мигрантов, экономическая утопия и смерть ради жизни. Правительство Намибии одобрило инициативу по отстрелу диких животных. Кто под прицелом? В объективе медиапространства. Во Дворце независимости обсудили актуальные вопросы информационной политики. Среди участников важного диалога те, от кого зависит идеологическая составляющая и качество информационного поля Беларуси. Заместитель главы администрации президента, министр информации, пресс-секретарь главы государства и председатель БЕК телерадиокомпании. Одна из основных тем для обсуждений – предстоящая электоральная кампания. Я, конечно, благодарен всем вам, что вы берете самые актуальные темы нашей жизни и меня там порой неплохо показываете. Спасибо, конечно, но нам предстоит в эту предвыборную кампанию показать, чего мы достигли за это время. И нам опять не надо кого-то за уши сюда тянуть. Есть что показать людям. Да, у нас есть немало недостатков. Ну что поделать, у всех они есть. Но сделано немало, и надо это людям показать. А люди пусть уже определяют, что им делать и кого выбирать. Поэтому очень важен вопрос подготовки средств массовой информации к предвыборной этой кампании. Что мы людям предложим. Валить в пользу действующего президента, если он будет кандидатом, нам тоже это не надо. Спокойно надо показать то, что есть. По созданию союзного медиахолдинга, союзного государства, мы говорим очень много. Естественно, с учетом той политики, которая осуществляется в России в отношении СМИ, а вы тоже ее знаете, вели переговоры с ними, вы понимаете, что там это может даже больше, чем экономика. Россия огромная, без средств массовой информации, естественно, не обойтись. Ну и в силу определенных нюансов россияне уделяют очень серьезное внимание средствам массовой информации. Но в последнее время у нас становились очень теплые дружеские отношения с россиянами, особенно наверху. И я думаю, это будет способствовать созданию нормального самостоятельного медиахолдинга на равных. Это главное. Если мы строим наш союз, главный принцип равные условия. Никто под козырек не берет, никто никому, так сказать, не подчиняется на равных. И мы с Владимиром Путиным много обсуждали эту тему. Я ни разу не слышал от него, когда мы обсуждаем эти вопросы, чтобы он сказал, слушай, вот мы тут большие, вы малые, давайте так, давайте это. Последний раз, когда я жестковато поставил этот вопрос, ну что, сколько мы будем говорить об этом? Надо как-то двигаться. И, прежде всего, россиянам надо создавать самостоятельный холдинг. Я только за. Интерактивное вещание будет организовано в круглосуточном режиме. В президентских выборах это станет еще одним достоверным рупором политики страны. Популярность электрокаров сделана в Беларуси и полезные нововведения. Юрлица будут получать субсидии на строительство аренного жилья для своих работников. Кто сможет претендовать на квадраты? Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. Номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси за июль – 2355 рублей. Традиционно самый высокий показатель в столице. Больше всего получали работники сферы информации и связей, финансов и страхования, а также профессиональной, научной и технической деятельности строительного комплекса промышленности. Юрлица будут получать субсидии на строительство арендного жилья для своих работников. Такое право предприятие и компании получат с января 2025-го. Они смогут самостоятельно определять порядок и условия предоставления, а также размер платы. При этом не менее 20% от общего количества квадратных метров должны быть выделены в первую очередь молодым специалистам и гражданам в возрасте до 31 года. Белкапсоюз закупает овощи и фрукты у населения. Ежегодно потребительские объединения приобретают почти 200 тысяч тонн. В республике работает почти 800 точек. Цены варьируются в зависимости от региона, сорта и качества. Например, картофель стоит от 80 копеек до рубля за килограмм, огурцы – по два, помидоры – от двух до трех. Чернику можно продать по 6 рублей за кило, крыжовник – по 10. Так предприятие уже отоварилось на более чем 10 тысяч тонн. Количество электромобилей в Беларуси приближается к 15 тысячам. За прошлый год темп роста превысил 200%. Отмечается также развитие электрозаправок по всей стране благодаря стимулирующим тарифам. Кроме того, реализуются проекты по переводу на экодвигатели общественного транспорта. В Минэнерго прогнозируют, к 2030-му показатель зеленых машин на белорусском рынке может достигнуть 300 тысяч. Белорусский аналог Ютуба планируют запустить 12 сентября. На платформе в открытом доступе разместятся программы, различные рубрики и внеэфирные активности создателей видеоконтента. Помимо пользовательских роликов, клиенты смогут просматривать эфир отечественных телеканалов. А на главной странице будет отображаться лента новостей от Белта. Для людей в Бобруйске продолжают создавать комфортные условия жизни. В будущем году в микрорайоне Киселевичи появится новый дом. На Наумова, 47 возведут арендное жилье. В 10-этажном доме разместятся 80 квартир. Претендовать на метры комфорта смогут медицинские работники, независимо от должностей и стажа. Среди главных критериев – отсутствие жилой площади, достойные показатели в работе. Планируется, что в этом году начнется строительство этого дома. По мере финансирования наших возможностей будет вести максимально. Будем стараться в конце года. Но более вероятный срок, который будет нормативный, это начало следующего 2025 года. В этом году в Беларуси будет построено около 355 тысяч квадратных метров арендного жилья. Направление перспективное в решении жилищных вопросов. Поэтому правительством планируется ежегодное увеличение объемов. Книжки разные читать. Сезон подготовки к учебному году завершен. Уже в понедельник порог «Альма-Матер» переступит свыше миллиона школьников. Из них впервые за парты сядут 105 тысяч первоклассников. Как бобручане готовились к важному дню? Елизавета Липеева. В стране продолжается выплата единовременной медпомощи к школе. Финансовая поддержка предусмотрена примерно для 240 тысяч ребят из многодетных семей. Почти 130 рублей на каждого ребенка-школьника – хорошее подспорье к новому учебному году. Общая сумма выплат – 29 миллионов рублей. Корзины наполняются до краев. Очень большой ассортимент как одежды, так и канцелярии. Можно выбрать на любой вкус. Помощи к школе вполне достаточно для того, чтобы собрать детей. Я купила много очень красивых тетрадок и очень красивых форм. Я уже не дождусь 1 сентября, чтобы пойти в школу и опять учиться, и получать знания. У нас представлен широкий ассортимент школьной формы белорусских производителей. Для девочек – Калинка, Купалинка, Бельбимба и другие. Для мальчиков – Коминтерн, Славянка, Жлобинская швейная фабрика, Надекс. Скидки представляются на весь школьный ассортимент в размере 10%. Многодетным семьям – 15%. Приветливые продавцы, которые предложили товар. Ребенку очень понравилось. Костюмы, конечно, шикарные. Я осталась настолько довольна. Я довольна, что мой ребенок остался доволен. Ему очень понравилось. Я надеюсь, что мы в первый класс пойдем с такой же улыбкой, как мы вышли с магазинов. Большим семьям большая помощь. Собрать ребенка к школе помогают и наниматели. Выплаты от организаций и предприятий, где трудятся родители – щедрая традиция. В Могилевской области на эти цели направлено более 1 млн 660 тыс. рублей. Чита Юркевич заботу государства ощущает сполна. В предвкушении Дня знаний сестренки хвастаются полным набором школьных принадлежностей. Очень жду 1 сентября. Я хочу встретиться с моими друзьями и с моей любимой учительницей. Мама много мне купила, много интересного. Линейку, закладки, фломастеры. В основном концтовары, тетради, альбомы, краски, пластилин. Тетради у нас есть два вида. Есть простая обложечка – 21 копейка простая, и есть орден переплете по 50 копеек. Мы предлагаем покупателям, а он уже выбирает. Перед началом учебного года я бываю в магазине «Сказы» для того, чтобы купить канцелярские для своей работы, а также для детей в школу. Каждый год мы приходим в «Сказы» и покупаем вещи. Нам здесь выгоднее почему-то, чем ходить по палаткам и что-то отдельно покупать. Тут пришел, все сразу собираю. Мы готовим мою племянницу к школе. Здесь мы можем закупить разные концтовары. И очень белорусская продукция нам нравится. Мы с удовольствием покупаем. Поддержка оказывается и учащимся, которые находятся в социально опасном положении, детям, инвалидам, многодетным, малообеспеченным семьям. Белорусский Красный Крест, например, проводит благотворительную акцию «Соберем детей в школу». Каждый желающий может сделать денежное пожертвование, либо приобрести товары, необходимые для учебы, канцелярские принадлежности, тетради, ранцы. В этом году объединились два района – и Ленинский район, и Первомайский район города Бобруйска. И мы проводим вот такую городскую акцию для того, чтобы максимальное количество детей получили помощь. В преддверии звонка знаний спасатели Бобруйска держат руку на пульсе детской безопасности. Впереди школьная пора и в погоне за хорошими оценками важно не забывать про самое главное. В рамках информационной кампании «Огнеборцы» общаются с ребятами и их родителями. Второй этап стартует 2 сентября. Сотрудники МЧС посетят учреждения общего среднего образования, заглянут на праздничные линейки, проведут тематические уроки. Напоминаем, что для ученика все должно быть в доме безопасно. Это и электричество, исправные электроприборы, надежное отопление, установленные автономные пожарные извещатели. Ученику же мы напоминаем, как себя вести, когда он остается дома один. Обстановка на дорогах под контролем ГАИ. В Беларуси продолжается специальное комплексное мероприятие «МВД. Внимание, дети». По 5 сентября в светлое время суток транспортные средства должны двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Профилактическая акция призвана повысить уровень ответственности родителей и водителей, привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности. Елизавета Липеева, Юлия Вернер, Максим Калинин. Итоги недели. Ради красоты. Бобруйские коммунальщики проделали весомый пласт работы. Уже завершен ремонт дорожной сети около 165 тысяч квадратных метров, порядка трех с половиной ямочного. Отремонтированы проезжие части таких улиц Жуковского, Крестьянская, Комбинатская. Выполнено около 38 тысяч квадратов текущего ремонта тротуара в плитке. Выполнены работы по таким улицам, как улица Лынькова, улица 50 лет ВКСМ, проспект Георгиевский. В этом году Бобруйск жилкомхозом перевыполнен план по объему работ. Возможно выделение дополнительных средств для проведения дальнейшего благоустройства. На стартовой линии 28 августа перед началом сезона МХЛ 24-25 на Бобруйск-арене прошла открытая тренировка молодежного хоккейного клуба «Динамо Шинник». Основные зрители – представители СМИ. Среди приглашенных наш корреспондент Роман Костюков. Сегодня «Динамо Шинник» – фармкоманда системы главного хоккейного клуба страны «Динамо Минск» и лучшее место для развития молодых игроков. Оттачивали какие-то компоненты игры, обороны, атаки. Что-то получилось, что-то нет. Есть над чем поработать. В принципе, для этого у нас еще есть немного времени, чтобы все нюансы отточить и с самыми силами в бой. В предстоящем сезоне ребятам предстоит сыграть в дивизионе Серебряной западной конференции МХЛ. Хорошо поработали. Два месяца были плодотворные тренировки. Подваль, да, зал. В принципе, готовимся. Еще неделька есть и стартуем в чемпионат. Надеемся, что на первый матч придет хорошее количество болельщиков, как и всегда. И будем вместе с ними биться ради победы. Сольда в пресс-центр. Более конкретные темы итогов межсезонья и готовности команды к дебютным играм журналисты смогли обсудить вместе с генеральным менеджером и главным тренером команды. В частности, представители медиа интересовали результаты товарищеских игр и процесс подготовки. Провели мы 9 матчей. Да, хорошие соперники были, поэтому посмотрели ребят, всех, кого мы хотели видеть в команде, мы их посмотрели. Посмотрели, в каком они состоянии находятся. Хотя, конечно, хочется всегда выигрывать, но получалось так, что мы проигрывали в таких матчах, которых мы не должны были. В этом межсезонье шинники провели достойную трансферную кампанию. Из 28 игроков 17 остались с прошлого сезона, 11 – новички. Средний возраст команды – около 18 лет. Опыт старожил молодежки сочетается с приобретенными качествами. Кроме того, в ближайшем будущем стоит ждать пополнения. Трансферная кампания, как таковая, она у нас не заканчивается на протяжении всего сезона, потому что ребята в разной форме, плюс болезни. У нас очень долгие переезды, то есть календарь так составлен, что у нас будет даже больше, чем в прошлом году, выездов. Поэтому, учитывая то, что еще ребята у нас привлекаются постоянно либо в юниорскую, либо в молодежную сборную, иногда в национальную, то есть мы по прошлым сезонам знаем, поэтому будут люди. Несмотря на то, что у нас много молодых, стоит задача развития молодежи, мы, как все максималисты, также не забываем про спортивный результат. И сразу могу сказать, что касается задач, они у нас не меняются, как было в прошлом году. Задача минимум – попадание в плей-ин и дальше уже побороться за выход в золотой дивизион. Так все и остается. Первая игра пройдет уже 4 сентября. В соперниках – Академия СКА Юниор. Как и в последующих двух турах, встреча будет домашней. Руководство верит – заряд родных трибун поможет хоккеистам вобрать необходимый настрой и проявить себя в сезоне. Цель и задача одна – пробиться в плей-ин чемпионата. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин. Итоги недели. Цвет, запах и даже звук. Выбрать качественный арбуз – дело не из легких. Помимо вкуса важно и не заболеть. Чтобы не сомневаться в безопасности, приобретать бахчевые нужно только в специально отведенных местах. Подводный камень, который таит в себе ягода, наличие нитратов. Чтобы арбуз быстрее созрел и раньше нужного срока попал на прилавок, недобросовестные производители нередко пичкают растения удобрениями. За последние два месяца нашим центрам отобрано более 20 проб бахчевых культур, из которых две из них были нестандартные, не соответствовали требованиям гигиенических нормативов по нитратам. То есть они были с превышением нитратов. К слову, не стоит соглашаться на предложение попробовать прямо на месте. Разрезанный плод – отличная среда для размножения вредных бактерий. Ведь никто не гарантирует кристальную чистоту разделочной доски и ножа, которым разрезали ягоду. Женская армия – произведение искусства и волна беженцев. В США все сильнее озадачены миграционным кризисом, чем привлекает американская мечта. Далее громкие заголовки мировых новостей. Премьер-министр Британии заявил, экономическая ситуация в стране продолжит ухудшаться. Глава правительства сообщил о необходимости повышения налогов на бизнес и на доходы частных лиц. Однако этого недостаточно сокращать намеренно даже число получателей энергетических субсидий. Речь о выплатах малообеспеченным старикам, из которых десятки тысяч ежегодно замерзают. Не в силах оплатить расходы на отопление. США все сильнее озадачены миграционным кризисом. Стране не удалось ни отгородиться от нелегалов заборами, ни напугать их автоматами. Из Мексики движется очередная толпа мигрантов. В основном за американской мечтой гонятся женщины и дети. Экс-президент Дональд Трамп обвинил в безнадежной ситуации действующего главу. Число нелегалов действительно возросло при Джо Байдене. И теперь для решения проблемы нужны радикальные методы. Правительство Намибии одобрило инициативу по отстрелу диких животных с целью передачи их мяса жителям, пострадавшим от сильнейшей засухи. Операции будут проводиться в национальных парках и общедоступных территориях, где, по мнению властей, наблюдается высокая численность дичи. Лицензированные охотники уже убили 157 представителей фауны, что дало почти 57 тысяч килограммов мяса. Намибия, напомним, сталкивается с одной из самых сильных засух за последние десятилетия. По информации ООН, в прошлом месяце страна исчерпала 84% своих запасов продовольствия. И ожидается, почти половина населения столкнется с нехваткой еды в ближайшие месяцы. В Латвии планируют призывать женщин на военную службу. Оптимальным временем может стать 2028 год. Министр обороны страны отметил, до этого времени необходимо завершить подготовительную работу, в том числе провести дискуссии в обществе, которые уже начались. Кроме того, важно, чтобы условия для женщин отвечали современным требованиям. Он уточнил, имеется в виду адаптация оборудования, одежды и обмундирование. Знаменитую картину «Кувшинки» Клода Мане впервые за 125 лет выставят на аукционе 26 сентября. Полотно – одно из семи, которое входит в серию с аналогичным названием. Кроме того, это первое произведение художника, в котором отсутствует линия горизонта. Внимание творца сосредоточено на деталях водной поверхности. Ожидаемая цена произведения искусства – 25-35 миллионов долларов. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова